Всем привет, с вами канал Крутый Гаджет, и сегодня у нас будет обзор на игру World of Warships Blitz. А перед этим я вас прошу подписаться на мой канал, там есть такая красная кнопочка внизу, это для меня очень важно. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео на канале. Она только вчера или подавчера вышла на андроид, но она только доступна на некоторых регионах, в том числе Филиппины, Румунии и других регионах. Но в России и в Украине недоступна, вы можете её скачать с сайта ФОПДА. Ссылка будет в описании, на сайте нужно зарегистрироваться, чтобы скачать файл. А дальше кеш вы скачиваете с помощью этого приложения. Здесь есть только регион Азия, так что я не смог ввойти в свой аккаунт Wargaming, потому что он зарегистрирован на регион Россия, и потому я вошёл через Google. Вот, через другой аккаунт. Скажу вам, здесь только есть три нации. Вот, сейчас покажу. Здесь Япония, Штаты и Британия. Видите, здесь в Штатах у нас все 10 уровней есть. Вот, корабли. И только один према пятого уровня. Так, назад даём. Вот. Так, переходим в Японию. Здесь, к виду, тоже здесь есть три према. А в Британии только прем один есть. Так, здесь интерфейс такой приблизительно как в Блице на компьютере. Здесь, к виду, справа показаны характеристики танка. Всё как на компьютере, показано в процентной линии. Так, видите, здесь у меня ещё тренировка, как куда тыкать, ещё выключена. Вам здесь свободно, ещё у меня три слота, значит, шесть их всего. Так, видите, здесь всё есть, как и у Блицы. Здесь ремонт, огнетушитель. Вот, фильтры по уровням. Так, дальше здесь вот слева у нас чат. Здесь есть чат общий, по миру, приватный. Здесь можно по друзьях и кланах, но кланы ещё заблокированы. Чтобы друзья добавить и делать обоград кораблян, то есть, докуплять там пушки. Вот, чтобы вот армори была открыта, вам нужно иметь третий уровень. Видео у меня сейчас шестой. Так, вот, армори, здесь я делаю обоград. Вот, делаем обоград основного орудия. Обград, обград. Здесь всё достаточно классно сделано. Здесь даже, кстати, есть камуфляжи. Вот, вот эти камуфляжи вот такие классные. Здесь у нас характеристики нашего корабля будут просто. И здесь можно, вот, вот, просмотреть корабль в свободном режиме. И здесь продать. Так, дальше у нас миссии. Это боевые задачи. Здесь выполняйте и вам дают награду. Вот, я выполнил и мне дали награду. Так. Здесь в Реварксе тоже можно получать. За каждый заход в игру, каждый день вам дают. Вот, далее логин. Что-то там. Видите. Опыт, серебро. И другое. Закрываем. Здесь friends. Здесь можете друзья. Друзей искать. Здесь также есть, видите, чёрный список. И здесь также есть и топ игроков. Можете посмотреть топ игроков в друзьях. Или всего. По дамагу. И другому. Эбилетин это новости наши. Так, что ещё. Здесь player info нажимаем. Здесь информации по нашему игроку. Можете, даже вот этот портрет. Когда вы создаёте аккаунт, здесь вам предлагают выбрать портрет. Вот, эти два бесплатные. И с женского вот только две. А всё другое платное. 500 золота. Так, battle statistic. Это статистика нашей игры. Вот, проценты побед и другое. Так, здесь наши медали. И здесь сколько мы выиграли. Так, дальше. Warehouse это склад. Что у нас здесь есть на складе. И аккаунт. Здесь вы сможете подключить другие соцсети. И изменить никнейм ваш. Здесь вроде бы уже всё. Порт вот такой классный. Достаточно вот. Думаю, может в будущем ещё добавлят, что можно изменять порты, как на компьютере. И вот в настройках у нас есть виды контроллера. Вот такой, чтобы нажимать кнопки. Или как джойстик. И здесь также, как видите, у меня стоит наибольшая графика. Но рекомендуется высокая. И здесь язык только английский. Так, нажимаем battle. Так, нажимаем battle. Здесь, как видите, соло это один. Ты играешь против всех, как в рандоме. Team Match это командная игра. И co-battles это против роботов. Мы будем играть против компьютера. Вот. Но здесь ещё нужно разбираться. Ну, давайте зайдём в соло рандом. Это обычный бой. Видите, здесь ещё есть закрытые функции. Так, видите, у нас 7 на 7, как и в World of Tanks Blitz. Здесь у нас также подсказки есть. Так, сколько вот загрузилось. Карты нам 30%. И нам ждать ещё 6 секунд. Ну, здесь геймплей нормальный. Мне здесь понравился. Трафика здесь отличная на максималках. Видите, у меня здесь сейчас практически... Ну, немного есть лаги. Но сейчас вообще может немного подвисать, потому что я ещё записываю видео. Так вот, идём вперёд. Слева у нас контроллер. Справа у нас, видите, бинокль. Ремкомплект. Дальше огнетушитель. Здесь кнопка для стрельбы. Если вы два раза стреляете, это... Если не ошибаюсь, все патроны. Также справа вы сможете изменить орудие. Так, также здесь вот есть различные патроны и ваше ХП. Также вверху сколько вы захватили базы и сколько потопили кораблей. Слева миникарты и квит. Я только что врезался в свой корабль, но квит не снял ни одного ХП. И также если я врежусь в айсберг. Но здесь только предупреждение есть. Мне лучше играть в таком контроллере, Потому что я здесь вижу, когда я хочу остановиться, А когда на полную мощность идёт ход. Я сейчас разворачиваюсь и останавливаюсь. Так. Дальше давайте в бинокль зайдём. Так. Куда, куда, куда. Так. Меня уже атакуют. Со всех сторон. Здесь также есть торпеды, как и на компьютере. Но они доступны на уже высшем уровне. В общем, первой. Если не ошибаюсь. Так. Видите, вот это бинокль у нас. Здесь всё как на компьютере. Вот. Здесь, чтобы играть в эту игру, Минимальные требования это 2 гигабайта оперативки И других системных характеристик, я не помню. Но нужно вот не хуже, чем мой смартфон. Так. Видите, здесь нужно стрелять Вперёд, чтобы попасть. Так. Идём назад, чтобы нас не попали. Не пишите в комментариях, что я плохо играю. Я и так знаю. Так. Так-так-так. Давайте, наверное, всё-таки вперёд ещё будем. Вот. Разворачиваемся влево. И даём ход вперёд. Наполовину. Я просто показываю, как... Здесь... То есть обзор игры делаю. Так. Давайте на полную мощность двигатель включим. Так. Макфлай. Давайте убьём. Макфлай. Так. Давайте, как видите, здесь вверху есть ХП полностью команды. И сколько очков. Очки. Это захват базы. Так. Сейчас меня, наверное, убьют. Так, можем изменить орудие. Вот. И... Стрелять. Да, я вот умер. Я умер. Здесь можно дальше смотреть, как я тону. Здесь очень реалистично. Видите, и свет такой... Зелёный есть. Так. Также мы можем приключаться по другим игрокам. Вот. Ну, я не знаю. Здесь у меня пишет Пинг 336. Не знаю, почему так. Но интернет вроде бы у меня нормальный. Как видите, игра вот такая прикольная. Возвращаемся в порт. Здесь снова нам инструкцию, как там что-то делать. Здесь графика в игре отличная. Играть в эту игру можно. Думаю, скоро будет эта игра доступна в русском фигоне и в европейском, и в других. Так. Здесь какая-то награда у нас есть. Дали логин. А, вот. Ресил. Нажимаем. И нам дали 3000 серебра. Посмотрим. Вот дерево развития. Здесь. Здесь. Давайте преследуем. За свободный опыт еще. И купим наш корабль. Так. И можем уже идти в бой. Вот. А если вам эта игра понравилась, или вы хотите эту игру поиграть на андроиде, на iOS, не знаю, как там, там, наверное, будет, нужно будет регистрировать новый аккаунт в iTunes с регионом Филиппины или Румунии, или сжать уже выхода этой игры на русских серверах. Android здесь проще. Просто заходите на сайт ФОПДА, ссылка будет в описании, скачиваете АПК файл, и с помощью Google залогиниваетесь в игру, и скачиваете кэш. Напоминаю, чтобы зайти и скачать файл ФОПДА, вам нужно зарегистрироваться. Вот. Игра очень классная, мне понравилась. Если вам эта игра понравилась, то поставьте лайк под видео, напишите комментарий, что вы думаете об этой игре. Также не забудьте подписаться на мой канал. Всем всего хорошего, и всем пока!